Парк Горького И не исключено, что его назначение на должность гендиректора парка Горького подтверждает давно ходившие слухи о том, что одним из крупных соинвесторов развития парка Горького будет Роман Абрамович. Собственно, последний из опубликованных проектов развития парка выглядит вот так. Там появится центр современного искусства, концертный комплекс, спортивные и ресторанные зоны, а инвестиции составят около 1 миллиарда долларов. Планируется, что после реконструкции парк будет посещать столько же людей, сколько сейчас приходит в Парижский Диснейленд. Ну, собственно, в парк Горького сейчас приходят 3 миллиона человек в год, а в Диснейленд в Париже почти 7 миллионов. По последнему проекту в парке сохранится зеленый театр, а вот колеса обозрения, которое было демонтировано в 2008 году, распилено и, видимо, сдана в утиль, там не будет. Однако этот проект еще не согласован с новым мэром. К тому же на часть парка претендуют жители города. Вот на эту зону «Нескучный сад» — это инициативная группа «Сохраним нескучный сад». Они предлагают отделить вот эту вот часть парка и отдать ее частным инвесторам. А сейчас парк Горького на 100% принадлежит городу. Активисты хотят сделать из «Нескучного сада» парк увлечений для взрослых и детей. И, собственно, вход у него будет также платным, но на эти деньги люди должны будут получить дорожки для велосипедов, роликов и игровые площадки для детей. Но все это, конечно, еще должен утвердить новый мэр Москвы Сергей Собянин. Что будет с реконструкцией другой старейшей зоны отдыха Москвы, ВДНХ, сейчас более понятно. Куратором реконструкции станет первый вестопремьер Игорь Шувалов. Он уже вошел в совет директоров Всероссийского выставочного центра. На территории центра, вот мы сейчас ее видим, пройдет глобальная стройка. Объем инвестиций составит уже 4 миллиарда долларов, а закончится она в 1934 году. Собственно, интересно, что к этому году на ВВЦ должен появиться миллион квадратных метров недвижимости, и только 20% из них займут павильоны. Остальное место будет отведено под гостиницы и торговые центры. Это, в общем, не удивляет, поскольку одним из потенциальных инвесторов станут известные в Москве бизнесмены Гот Ниссанов и Захар Алиев. Им принадлежит торговый центр Европейский и гостиница Украина. Но вроде как по проекту реконструкции символ ВДНХ, фонтан дружбы народов, все-таки останется на своем месте. В этом году, в 2011-м, должна начаться реконструкция еще одного московского парка, парка Сокольники. Но тут все гораздо скромнее, всего 11 миллиардов рублей и 5 лет. Деньги будут выделять город, поэтому реконструкция будет скромной. Почистят пруды и заменят коммуникации. Сносить ничего не обещают, так что символу этого парка, наверное, единственная в Москве танцплощадка, где по выходным собираются на танцы бабушки и дедушки, пока ничего не угрожает. Спасибо, Ксения Батанова о будущем парка Горького. Вечером вернемся к этой интереснейшей теме. Ждем в гости нового директора парка, депутата Госдумы Сергея Капкова. Обсудим, что будет с парком Горького. Получится ли сделать его таким же, как лучшие европейские парки. Все-таки знаем мы, что если Роман Абрамович вкладывает деньги во что-то, берется за модернизацию чего-либо, то чаще всего у него получается. Вспомним Центр современного искусства «Гараж», например, да. Чукотку. Чукотку, естественно, и ряд других проектов. Смотрите в базовом пакете НТВ Блюз, Континент ТВ, в ваших айфон и айпад и на сайте TVRAIN.RU.